И все это помешаем хорошенько. И все это затарим в емкость на недельку. До второго! Всем привет, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Мы продолжаем серию бабулиных и дедулиных рецептов. И сегодня, по многочисленным вашим просьбам, дедуля приготовит пончани. Это очень вкусная закуска. Обязательно попробуйте приготовить. Сейчас дедуля вам подробно расскажет, как это сделать. Оставайтесь с нами, мы начинаем! Друзья, смотрите, деда вам сегодня покажет, как приготовить пончани. Вы давно просили этот рецепт и вуаля! Деда взял огромную рыбку толстолобика. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вот я взял рыбу. Рыба уже почищена заранее. Полностью. Теперь я буду снимать филе. Обычно филе я начинаю снимать с хвоста. Вот так, беру филе с хвоста. И вдоль позвоночника я его веду. Вот дошел до позвоночника. И начинаю со спины. Делаю надрезы вот так. И уже по ребру спускаюсь вниз. О-ля-ля! Ну-ка, еще раз покажите. Вот филе рыбы. Это с одной стороны. Точно так же переворачиваю рыбу и начинаю с другой стороны. Также с хвоста. Дохожу до ребер, перехожу на спинку и вдоль спины. Точно так же переворачиваю рыбу и на спинку и вдоль спинку и вдоль спинку. Вот это вторая половина. Все. А остальное можно отправить на уху. Будет наваристая, хорошая уха. Потом берем эту рыбу и нарезаем. Нарезаем небольшими кусочками. Так, чтобы потом, в дальнейшем, было удобно его кушать. Вот так вот нарезаем. Вот рыба. В общем, на килограмм рыбы берем десертную ложку без горочки, соли и посолим его. И все это перемешаем. Все. Рыбу оставляем в стороне. А бабуля режет редьку для пончани. Бабуля режет редьку для пончани. А разными фигурками еще бабуля режет? Редьку берем произвольно. Можно соломкой, можно дольками, кубиками. На килограмм рыбы где-то берем полкило редьки и солим. А соли сколько? Соли, ну, на полкило где-то... Две чайные ложки. Да, две чайные ложки. Пусть стоит. Все. И теперь мы его оставляем. Это для чего? Если его сразу сейчас сделай, то пончани получится такой водянистый. А мы чуть-чуть отстаем, чтобы соль пропиталась в редьку. А потом немножко его выжмем и смешаем с рыбой. Пока все. Теперь минут через 15. Вот видите, вода вышла. Мы сейчас ее отжимаем, чтобы меньше сока попало. И кладем, смешиваем с рыбой. Все смешали, а теперь добавляем сюда специи. Кориандру. Кориандру? Пол чайной ложки. А что так мало? Хватит. Да. Так, черный перец немножко. Пол чайной ложки? Нет, немножко так. Так, щепоточку пол чайной... Щепоточку черного перца. Ложку дай, Бася. Треть чайной ложки, да? Так, где-то треть чайной ложки. Горький перец по вкусу. Если очень горький, то немножко. Две чайной ложки. Ну, это по вкусу перец горький. А это, это паприка. Паприка. Это для цвета. Чем ярче сама эта паприка, тем ярче будет сам цвет пончани. Две чайные ложки деда положил острого, две чайные ложки паприки. Но острый перец кладите по вкусу. И все это помешаем хорошенько. Вот цвет у нас покраснело. Мало перца. Говорят, мало перца. Добавим. Это все на усмотрение, чтобы цвет красивый был паприку. А чтобы горечь была, добавляем горький перец чили. Молотый. Бабуля режет для пончани чеснок. И добавляем еще 5-6 зубчиков измельченных чеснока. И все это хорошенько перемешиваем. Все, хватит. Чеснок добавили? Чеснок добавили. Помешали? Помешали. И все это затариваем в емкость. Эмалированную можно. Стеклянную. Стеклянную, только не в алюминиевую и не в железную. Все это утрамбовываем. Накрываем. И оставляем при комнатной температуре на недельку. До второго. Пока все. Через недельку мы будем дегустировать.